Так, по 7 грамм мы берем на каждую ногу, раскатываем вот такие колбаски, что-то я как-то психанула и сделаем высокие ноги, ну поэтому теперь уже и Кеша, конечно, тоже будет высокий, потому что тучка высокая, значит и Кеша должен быть высокий. По сантиметрам у меня это, 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 4 сантиметра, нога широкий край, 2, нет, вру, 1 и 9, ну 2 почти сантиметра. На нижнюю часть нам понадобится темно-коричневая мастика по 1 грамму, мы будем делать так же как и у лисеечки, так же как и у тучки, у них такая нижняя часть темненькая, по 1 грамму берем, скатали шарик, вот, скатали шарик, растягиваем мы его приблизительно по размеру нашей ножки и чуть-чуть заворачиваем вперед, то есть здесь такой небольшой заворотик есть, вот так. Вот такие ножки. Сделали наши ножки, теперь делаем ему тельце, для тела нам понадобится 19 грамм мастики. Катаем тельце, тельце делаем такое пухленькое, такую грушку. Скатали, она небольшая, 4 сантиметра, нижняя часть у нее 2 и 9, верхняя часть у нас здесь 1 и 4, вот такая вот грушка. Теперь берем опять наши шпажечки, мы сейчас ножки наденем, берем сразу перед тем как вставлять, макнули в клей, вкручивающими движениями аккуратно вставляем в нашу ножку, выходим по центру и вставляем пеноплекс. Так же и со второй ноги, ноги сильно далеко друг от друга не вставляем, делаем их максимально близко друг к другу. Лишнее все срезаем, вот так. Теперь делаем следующее, сразу смазали здесь все клеем, надеваем наше тельце, ножки подтягиваем к телу максимально близко. Я не буду стыки затирать, потому что мы будем фигурку переносить и, скорее всего, это все сломается. Я просто протяну аккуратненько, максимально близко, чтобы шов был минимально заметен. И все. Ну, в принципе, здесь это не критически, даже в мультике у них видны вот эти шовчики. Вот такой вот у нас кеша. Кеша. Теперь мы сделаем ему свитерочек, для свитера нам понадобится мастика синего цвета. Особенно, говорю, не так хотелось, пока не было билетов. Как только билеты на кармане, все, уже весь прям в мыслях. Весь уже в дороге. Так, отметили себе. И отрезаем все лишнее. Так, по ширине это 2 сантиметрика у меня. Там это жарко украина, украина жарится. Сережа, мама звонила, тоже говорит, жара, говорит, невыносимая. Ведь на улице нос не высох. Блин, с водичкой сходи. Я не знаю, что горлышко пересохло. Все, катаю более темный кусочек мастики. И вот этот кусочек мы его покраем. Должно приклеить. Где-то 0,5 вот так вот сантиметров должен быть у вас этот темный край. Чуть больше. 0,5 отрезаем. Если плохой липкий слой, значит проходим клеем. Если хороший, значит можем просто приклеить. Лишнее отрезаем. Сделали. Теперь у него на рубашечке на этой есть такие квадратики. Я вот делаю так. Просто вырезаю квадратик. У него два белых и два темных. И один вообще темный. И просто делаю вот так. Хоп. Хоп, только не на ту сторону наклеила. Так ничего. Хоп. Теперь берем скальпель. И делаем вот так. Хоп. И хоп. Вот так на четыре части все еще режем тут. Вот. Вот так. Все. Кофточка готова. Теперь переходим опять к его ручкам-ножкам голове. Так, теперь делаем ручки. Для каждой руки нам понадобится по три грамма мастихи. Я успею или не успею? По три грамма на каждую ручку. Катаем такие ручки. Приплюснулись слегка. На второй все то же самое. Вот так сделали. Теперь берем мы темно-коричневую мастиху. И делаем ему пальчики. Только в этот раз темно-коричневую берем не такую насыщенную. Чуть-чуть. У него чуть более нежного цвета пальчики, чем на ножках. Вот эта вот нижняя. Ну и в принципе можно и даже с такого же цвета, если нет другого, ничего страшного. По четыре пальчика на каждую ручку. Мне кажется, я говорил или нет? Три с половиной сантиметра. Все, здесь пока отложу-положу. И делаем мы голову. Для головы берем 70 грамм мастики. Раскатываем, чтобы не было никаких вот этих трещин, заломчиков. Все, выкатываем наши шарики. Все. И начинаем как яичко формировать такую голову. Ох, е-мое. Господи, боженьки, ты мой. Там как рабыня уже я чувствую. 5 сантиметров получается наша голова. Делаем мы здесь небольшой такой. Как стык. Ну не знаю, как вам показать. Просто все это лишняя хитня всякая убивает меня на заднем плане. Вот так сделали. Здесь тоже прибили слегка. Это для нашего носика место. Здесь будут наши глазки. Получается у нас вот такая мордашка. Ой, я не могу жулики. Вот так. И теперь делаем мы с вами глазки. Берем наш стек-шарик и делаем глазки. Глазки у них довольно-таки близко расположены друг к другу. Поэтому сильно далеко друг от друга не отклоняемся. Они у него достаточно... Ну они у них у всех небольшие. Такие глазенки. Берем белую мастику. Не знаю. Мне просто прям даже жалко. Просто реально дорого так. С другого. Кордона. С кордона прям. Это ж я даже не представляю, сколько это вообще будет стоить. Это тут до Германии капец. А там... Теперь их надо нам обвести. Для этого берем коричневый гелевый краситель. И обводим наши глазки. Берем кисточку номер один. Тоненькую. И делаем. Такую красоту. Так. Обязательно, конечно же, делаем блики. Для этого берем белую мастичку. У него, кстати, целых три блика на глазках. То есть мы делаем вот один большой. Блики у нас всегда параллельны. Помним об этом. Вот так делаем. По одному большому. И еще по два маленьких снизу. Если не получится, ничего страшного. Значит делаем просто один большой блик и все. То есть не пайтесь на эту тему. Потому что глазки реально очень-очень маленькие. И это сложно. Поэтому я даже вас не напрягаю. Ио. Даже такие микрообы... Вот так вот сделали. Теперь мы делаем кеши носик. Тоже возьмем 0,5 грамм. Все то же самое. Только... Сколько у него носик квадратненький. Ну что-то мне кажется, это их маловато будет. Ну сейчас я... Если что добавим. Да, всегда можно добавить. Хотя может быть и нормально как раз и растянем. На этот. Да, давайте 0,5. Вот то, как я вам сказала. Так и растягиваем ему эту носопырку. Так. Для носопырки нужно у нас полтора. На полтора растягиваем такой квадратик. По 2 грамма мы берем на каждое ушко. Слегка вот так приплющили. Это у нас получается полтора сантиметрика. Спасибо. Привет, Оксаночка. Да, припозднилась ты на нас. Просто сегодня ранние эфирчики. Поэтому неудивительно. Вот так слегка туда вдавились. Без фанатизма. И отрезаем с вами мы край. Вот так вот. То есть часть вот этого кружочка вы должны как бы подрезать. И смазываем клеем. Приклеиваем мушки. Ушки на них расположены достаточно широко. Где-то вот в своем классе. Так. И здесь точно так же. И теперь нам нужно сделать ему улыбочку. Поэтому рисуем. И рисуем улыбку. Для этого нам нужен темно-корючневый краситель. Такой же, как мы рисовали ему бровки. И как у тучки рисуем просто такую. А, улыбочка у них вот такая вот. Вот такая вот улыбка. Вот такая у нас голова. Теперь мы приклеим ее к нашему тельцу. Берем шпарочку до серединки мою приблизительно. Вклеиваем тело. И вынимаем. Дышнее убираем. И одеваем голову. Добрый вечер. Добрый вечер. Иришка. Все так уже подошли. А мы тут такие. Ах. Ранние пташки. И вот смотрите. У нас образовывается здесь вот такая вот дырочка. Мы ее ни в коем случае не оставляем. Мы ее тоже заполняем кусочком коричневой мастики. Так и вставляем ему ручки. Вот такой весельчак у меня. Привет, привет всем. Никто не опоздал. Сейчас залепим и пойдем на обзорчик. Это просто мы Ирише вышли рано. Мы сегодня рано в эфире. Ранние эфирчики. И вторую ручку точно так же подниму ему. Будет он весь в восхищении. Прям вообще такой ура. И есть такой счастливый у меня сегодня. Мой Кеша. Кого это он такой влюбленный? Смотри, все на нос. Все, мне кажется, маловато. Наверное, давайте мы добавим ему все-таки носика. Давайте сделаем на один грамм. Потому что вот я смотрю, мне как-то все время мало. У него нос такой хороший. Давайте на один граммчик. Сделаем побольше. Просто надо, наверное, сделать 2 на 2, что ли. Ну, тут на сяру. Такое. Спасибо большое, Ленун. И так, по росту получился он у нас 12 сантиметров почти. По весу. Так, 128 граммчиков. Вот такой вот у нас Кеша. Получился сегодня. Сейчас я вам поближе покажу. Продолжение следует...